то немцы фактически битву за атлантику они проиграли но после войны они и выиграли выиграли в литературе роман был антивоенный соответственно бухаем там действительно искажал определенную истину на экране петерсон режиссер еще сделал еще хуже на самом деле выстрел их вообще какими-то свиньями на они как так не было если там начать отмечать красным цветом все ошибки нелепости и прочие дату эта книга будет похожа на ванну с кровью и подводники борются на экране с течью сергей пытаемся перекрыть воду в туалете здравствуйте друзья это киностудия смартфильм я олег кракшин и проект левый берег про кино а поговорим мы сегодня о фильме дозбот у нас гостях историк подводного флота владимир нагерняк владимир здравствуй олег здравствуйте друзья а давненько мы с тобой не виделись рад снова встретиться ну давай поговорим об этом культовым фильме чего начнем наверное надо начать с того что 27 октября исполняется 80 лет со дня вот этого самого знаменитого похода подводной лодки ю 96 то есть когда военный корреспондент лейтенант лотар гюнтер бухайм поднялся на борт утром до этого дня вот вот с этого все и началось любопытно что документально факт прихода бухайма на лодку зафиксирован в вахтенном журнале там есть запись о том что лейтенант бухайм прибыл на борт и в дальнейшем там есть еще несколько записей где он упоминается например что корреспондент бухаем делать снимки в травмовой погоды командир до записал что бухаем был фотографом вот с этого все началось наверное здесь стоит примут начать самого начала рассказать кто такой вообще бухаем что это за личность почему он оказался на этой подводной лодке дело в том что этот человек во время войны он служил в роте пропаганды кригсмарины то есть военно морского флота германии чем занимались служащие военнослужащие вот этой роты да это по сути были военные корреспонденты немецкие военные корреспонденты которые занимались освещением деятельности войн морского флота в частности подводных лодок но вот рот располагалась по моему в если не ошибаюсь на и ее значит военнослужащие военные корреспонденты они периодически естественно как бы выезжали на места то есть на базы подводных лодок минут когда германия захватила французские порты на побережье бескайского залива да то есть немецкий подводный флот стал базироваться там естественно они проводили в там очень много времени они приезжали туда вместе с фотоаппаратами с кинооператорами и одной из обязанностей этих людей было выходить в походы да то есть становиться очевидцами событий вот они соответственно дальше как бы составлять репортажи до публиковать их ну то есть показывать естественно эта деятельность находилась в ведении министерства пропаганды третьего рейха на то есть вернее там боевое военное министерство то есть в общем это все было взаимосвязано и были уже на тот момент известные корреспонденты которые выходили на лодках писали отчеты о походах например вот был такой вольган франк он выходил в море вместе с гюнтером при нам это известнейший немецкий подводный аз да вот кстати а вчера была очередная годовщина его прорыва в главную британскую базу вскопа флоу да где он потопил линкором райолог вот очень известный случай во второй мировой войне и в битве за атлантику чудовищно много моряков под да там более 8 800 душ там погибло начиная там от адмирала да и заканчивать там на этом корабле было много юнг там 14 17 лет то есть в общем такая вот трагичная история но командир подводной лодки как говорится здесь ему ничего не не предъявишь да то есть это война он действительно как бы совершил здесь фактический подвиг о чем впоследствии написал сам винстон черчилль своих мемуарах то есть он признал что прорыв в главную базу британского флота это был подвиг командира немецкой подводной лодки вот но возвращаясь бухаем у а бухаем насколько известно до того как он вышел в море на ю 96 он на подводных лодках в море не выходил то есть в походах не участвовал по моему это был его первый поход да то есть вот он молодой корреспондент он имел звание лейтенанта флота он прибывает на эту подводную лодку командир но сейчас конечно наверное уже очень многие знают кто был командиром лодки это немецкий подводный ас генрих лимон виленброк на тот момент он уже был кавалером рыцарского креста то есть да то есть это был показатель в немецком флоте что командир подводной лодки потопил 100000 тонн торгового тоннажа да то есть то есть брт измерялись суда торговый вот именно в торговом тоннаже да и по правилам которые были установлены в начале войны за 100000 то есть он получал вот эту вот высшую награду германии на тот момент то есть виленброк был очень опытный подводник для него это уже был 7 поход да вот на ю 96 там был сплаванный экипаж вот и бухаем попадает вот в эту среду да он оказывается там то есть он попадает как бы в эту необычную среду на 40 дней да то есть он знакомится с жизнью подводников вот в этой вот стальной трубе то есть там вечная сырость там вечная вонь да то есть запахи дизеля немытых тел вот этого одеколона которым они умывались калибре то есть пищи протухшие да то есть в общем конечно подводник то это специфическая такая достаточно профессионально даже до современности а тогда это был и плюс еще заключается проблема в том что подводные лодки на тот момент это были фактически ныряющие торпедные катера и большую свою часть они в основном проводили в надводном положении это значит постоянная качка то есть это постоянно все там ходит ходуном да то есть и вот он оказывается в этой обстановке он перед его глазами начинает развиваться достаточно очень много интересных событий да то есть он как творческий человек начинает вести дневник естественно он делает фотографии и он выражает своем дневнике все свои чувства и эмоции естественно он понимает что такое рутина похода да то есть они пробыли 40 дней в море и за это время они по моему атаковали всего один конвой то есть практически они болтались в море но бесцельно да то есть ожидали вот когда поступит команда когда там разве самолет разведки или подводная лодка другая обнаружит этот конвой на когда им поступит вызов для того чтобы вот сформировать там это волчью стаю чтобы прийти в нужную точку и напасть а это стандартная ситуация была для экипажа подводной лодки да на тот момент уже да потому что дело в том что октябрь 41 года если скажем так окунуться вот в общее в глобальные события да это конец октября это такой достаточно сложное время действительно для подводных лодок почему потому что к этому моменту англичане уже читали военно-морской код до которой вот известная шифровальная машина и нигма то есть они к этому моменту уже скажем так воевали заглядывая в карты противника да то есть они понимали где сосредотачиваются подводные лодки и старались естественно обойти да то есть волчья стая до волчью стая но это называлось завеса по ссылочке на где тут здесь вот появится смотрите ролик владимира где он рассказывает о том что такое волчья стая дальше ну и соответственно получается когда подводные лодки растягивается в эту линию так называемую завесу для того чтобы перехватить этот конвой враг знает где она находится ну то есть они получается ждут да то есть днями неделями бесцельно то есть болтаются в море естественно на экипаж подводной лодки это все очень сильно давит да то есть они уже просто мечтают избавиться от этих торпед которых там порядка десяти штук в носовом отсеке чтобы можно было ноги вытянуть нормально да то есть вот у них уже появляется такая жажда охоты жажда атаки и бухаем все это переживает далее когда он оказывается первый раз в своей жизни под глубинными бомбами там вообще на самом деле очень забавный случай произошел когда лемон виленброк атаковал найденный конвой вот он сумел потопить одно судно и любопытно что в этот момент эскорт конвоя то есть охранение конвоя корабли там корветы эсминцы значит они начали искать лодку для того чтобы это же атаковать и потопить да и так получилось что в этот момент фактически можно назвать боем двух будущих писателей почему потому что в этот момент на подводной лодке находился бухаем да а наверху на одном из корветов находился британский офицер дэнис райнер будущий известный писатель то есть автор своих мемуаров автор различных художественных книг в том числе книги по которой был снят такой же знаменитый фильм в америке он называется под нами враг и ними белов то есть он снявши это неудачно друг друга не потопили ну да то есть если бы кто-то кого-то потопил наверное мы что-то бы просто не прочитали да а вот ну вот так вот получилось дать такое столкновение потом потом когда это атака произошла бухаем должен был вернее даже не должен бы она получается да он должен был вместе с лиман-виленброком оказаться и пройти за из атлантики в средиземное море через гибралтарский пролив дело в том что как раз по моему даже в октябре или в сентябре 41 года тоже практически 80 лет назад немцы начали переброску части своих подводных сил из атлантики в средиземное море на помощь муссолини которого англичане били и значит лиман-виленброк получает приказ дженевса идти через гибралтар да то есть там вот следующий сын вашего будущая база это лас-пеция италия виленброк заходит в испанский порт то есть испанцы на тот момент тогда тайно помогали гитлеру то есть иногда заправляли подводные лодки у себя в гавани то есть ну они они заправляли они позволяли немцам заправляться там стояли не такие суда снабжения торговые танкера да то есть повод лодка приходила то есть пополняла запас продовольствие и запас горючего да и лиман-виленброк действительно хотел высадить там бухаем а но так как это было опасное мероприятие и он решил не рисковать этим человеком но поступил отказ и бухаем фактически стал свидетелем событий вот что случилось в декабре уже в гибралтаре плотка попыталась прорваться но неудачно англичане не позволили то есть действительно была атака самолетом да то есть ну как фильме показан это моноплан а в реальности это был биплан с вордвиш то есть он незаметно подкрался к лодке на то что он очень тихий мотор у него то есть он сбросил эту бомбу подлодка получила определенные повреждения но дальше есть определенное расхождение но я об этом к этому чуть попозже вернусь одним словом дальше подводная лодка сумела вырваться обратно потом она возвращаясь обратно во францию в поврежденном состоянии остановила если не ошибаюсь испанский лайнер или португальский пол чтобы досмотреть его то есть да то есть это все в романе как бы бухаем указывает таким образом вот 40 дней у него это были такие морские приключения где вот он испытал практически до в этом плане там вот все как подводник и на него это произвело видимо очень глобальное впечатление он продолжил служить дальше он был еще раз на борту подводной лодки там тоже второй поход был короткий у него и видимо он все это записывал фотографировал и после войны после войны он решил написать книгу вот здесь наверное стоит немножечко расширить тему то что будем рассматривать да и рассказать об очень удивительном факте вообще связано с литературой про подводные лодки про немецкие дело в том что вот есть такое устоявшееся выражение что историю пишут победители да но вот в отношении битва за атлантику то есть где немецкие подводные лодки вели сражения с силами союзников получилось что немцы фактически битву за атлантику они проиграли но после войны они и выиграли выиграли в литературе то есть это действительно парадоксальный факт винстон черчилль как ну помимо того что он был там британским премьером это был еще очень знаменитый талантливый писатель журналист да то есть и пропагандист одновременно он придумал тогда формулу о том что есть субмарины до сам marine то есть это благородные рыцари да и есть и болт подводная лодка немецкая до подлецы и негодяи который торпит топит торговые суда то есть получается что сабмаринеры подводники да то есть они охотятся на юбот да то есть на этих негодяев ну соответственно вроде и там и там подводной лодки а здесь уже вот такой да вот аспект что здесь хорошая здесь плохие хитро придумал даму черчилль он был очень и по логике вещей да то есть пропаганда после войны должна как бы была представить немцев в самом неприглядном виде у англичан там у американцев для этого были все до козыри но видимо здесь сыграло свою роль то что во время нюрнбергского трибунала когда судили карла дениса да то есть командующего подводными лодками одновременно потом он стал командующим немецким флотом вот и как преемник гитлера да то есть известный факт что гитлер назначил его своим преемником когда он совершил самоубийство деницу предъявили обвинение в нарушении правил ведения войны на море да то есть но его защита сумела все это обвинение опровергнуть то есть доказав что не только немцы так себя вели да но и все остальные то есть англичанам действительно англичане вынуждены были признать что и подводные лодки тоже атаковали сюда без предупреждения что вменялось на деницу ну а известный факт о том что адмирал немец да то есть известный адмирал американский командующий техкинским флотом прислал письмо в котором рассказал что на тихом океане мол мы американцы никакой такой войны не вели вели в неограниченную войну то есть топили все что можно и соответственно как бы вот дениса по этому пункту не удалось осудить его судили по другим да может быть это сыграло свою роль может быть сыграла свою роль и возможно немцы этим воспользовались если мы говорим о немцах то надо упомянуть что какие именно немцы это как раз вот бывшие пропагандисты то есть вот эти вот самые военные корреспонденты которые во время войны освещали пропагандистский деятельность подводников после войны они начинают издавать книги они начинают издавать книги о немецких подводных лодках и о их экипажах и эксплуатирует очень интересную грань такой заходит так по грани то есть они утверждают что мол вот берут факт действительно исторический факт что немецкие подводники наверное были от этой была элита до вермахта и одновременно они же понесли самые большие потери среди родов войск то есть из 39 тысяч человек служивших да то есть на подводных лодках погибло по моему порядка ну там около 30 33 тысяч на этом где-то вот часть попала в плен и этот факт он сразу показывает что мол а немецкие подводники были мужественные да то есть они сражались а за кого они сражались и здесь вот бывшие военкоры бывшие пропагандисты делают ход на самом деле такой конем что на самом деле они сражались не за рейх не за гитлера да а за фатерланд то есть свою родину то есть они создают образ таких благородных рыцарей то есть опровергает черчилля который да вот так вот говорит ну естественно в европе вновь германии эта точка зрения потихонечку становится популярной на в англии в этот момент делают неожиданный ход дело в том что после того как германия была поделена на две республики фрг и гдр да то есть фрг уже нужно было рассматривать не как противника как союзника тем более по нато да то есть уже нато организовался в этот момент и англичане вот думали как вот им представить немцев хорошем таком ключе да и здесь сыграла свою роль английский писатель терренс робертсон он кстати на западе известен тем что писал биографии известных моряков противников кстати друг друга в битве за атлантику и робертсон издает книгу которая называет золотую подкова который фактически является биографии наверное самого результативного подводника второй мировой войны это кречмера то есть этот человек потопил где-то приблизительно там помпроме 250 тысяч тонн да то есть и поразил ну наверное он очень много то есть цели на его счету да то есть он таким был известным достаточно подводника мне было прозвище король тоннажа и соответственно они его робертсон его выбирает как писатель да как объект максимально интересный он общается с кречмером общается с членами его экипажа и фактически на этом основании их рассказов он пишет эту книгу она кстати у нас переведена я думаю многие читали книг действительно такая интересная но робертсон наверное один из первых западных писателей среди у нас и стран союзников антигильдерской коалиции показывает немцев другими да то есть нет никакого клиширования то есть как пропаганда их представляла там они допустим все поголовно нацисты на там убийцы и прочее он показывает обыкновенных моряков которые сражаются да там честно то есть воюют там побеждают потому что они храбрые опытные да то есть враг имеет мужество то есть он показывает врага но тем более что англичанам было очень приятно видит они кречмера взяли в плен в море потопили его лодку это был такой элитный пленник на самом деле вот естественно как объект кречмер был очень интересен и эта книга по моему дай бог памяти в 56 кажется году выходит и на презентацию эту книги кречмер приглашает в лондон а он на тот момент уже был занимал должность в возобновленном немецком флоте в вновь созданном так бундес марина который тоже тоже частью нато являлся и он уже приезжает туда как фактический союзник происходит встреча его с бывшим командиром эсминца дональдом макентайром это который его победил потопил на это тоже макентайр известная личность биты за атлантику один из лучших противолодочных асов великобритании и там происходит такая казусная ситуация когда дело в том что когда кречмер поднялся на борт этого эсминца в сорок первом году когда его до подняли из воды после того как лодка затонула макентайр забрал в него бинокль его цейсовский тот вместе с биноклем оказался в воде он забрал как трофей до хорошие бинокли цейсовского подводников были и вот в лондоне уже после войны они встречаются это был прямой эфир на bbc да то есть там т.в. и макентайр возвращает к речмеру этот бинокль с надписью там была такая табличка по моему платину или серебряная прикреплена что мол вот от бывшего врага да то есть там как сказать нас ну настоящему другу вот тогда то есть там и с пожеланиями то есть жест очень серьезный то есть уже показывается кто такой этот кречмер до хоть его там и гитлер лично награждал там да там все в таком духе но вот во первое это первая волна одновременно с него с этими книгами которые выходят в германии потому что вот вышла также знаменитая книга бывшего военного журналиста харальда буша такова была подводная война где буш описывает различные эпизоды да он общался с подводниками и соответственно он рассказывает о службе на подводных лодках что это были за люди естественно он избегает там каких-то вещей связи с нацизмом или еще чем-то полностью следует формуле благородные воины сражаются за родину да и не только он и вот первое вот это вот интерес интерес к подводникам немецким начинает формироваться до затем через несколько лет буквально выходит книга мемуары хайнца шафера командира ю 977 это та самая субмарина которая капитулировала в аргентине в августе 45 и которую обвиняли в том что он привезут привезла туда гитлера да мы рассказывали об этом как-то на передаче про мифы связанные с подводными лодками немецкими отсылочка тоже и он издает эту книгу где рассказывает также о своей службе да то есть очень много рассказывает как он служил на подводных лодках и еще да то есть один камешек как бы в огород вот хорошем смысле немецких подводников образуется естественно на западе начинается просыпаться к этому интерес но это вообще как бы в историографии и в культуре наверное западные это называется первая волна интереса к немецким подводным лодкам вторая волна была сформирована еще более известной книгой это мемуары герберта вернера бывшего командира немецкой подводной лодки которые он назвал стальные гробы то есть она наверное известно не менее чем лодка то что они будут как бы в паре то есть это был простой командир подводной лодки который рассказал о своей службе и о своей жизни да не не в помпезной какой-то до форме и прочим рассказал это как вообще как простой немец воспринимал то что происходило ну простой не прозвучало прям почти как бмп братской могилы пехоты да но вот про остальные гробы здесь стоит конечно говорить очень много отдельно надо сказать что вернер на самом деле издав эту книгу он тут же стал отщепенцем в мире подводников почему потому что люди когда вот те кто с ним служил кто его знал они все это прочитали да и они совершенно не поняли почему стальные гробы тут мы вроде бы сражались как бы за фатерлан да то есть у нас здесь название книг другие то есть их уже именуют серые волки волчьей стаи да то есть а тут вот стальные гробы а вернер сделал такой достаточно хитрый ход то есть он показал что мол вот я честный немец да я вот меня посылали на убой на мясорубку вот на этот который вот закончилась эта битва за атлантику то есть как бы отбирал дернет швырял туда субмарины мы погибали мои товарищи погибали в общем все в таком вот как говорят специалисты которые глубоко занимаются этим вопросом и говорю что название вернера вот это стальные гробы она больше было характерно бы наверное для гдр чем для фрг а тут эта книга выходит там в общем вокруг него создалась такая нехорошая обстановка что он был даже просто вынуждены эмигрировать из германии уехать в вами в америку но там есть свои червячки то есть он на самом деле в этой книге он повел себя достаточно в некоторых моментах очень так странно потому что там начал выпячивать свои заслуги и известнейший немецкий историк юрген ровер который один из на столпов авторитетов изучения морской войны во время второй мировой да то есть он назвал книгу вернера стальные гробы на то есть если там начать отмечать красным цветом все ошибки нелепости и прочее да то эта книга будет похожа на ванну с кровью как он так назвал приблизительно то есть ну это разбирать нужно отдельно потому что но эта книга очень популярна на самом деле то есть люди которые прочитали они увидели в этом действительно в этом рассказе какого-то простых немцев да то есть не нацистов не еще кого-то да то есть и одновременно до немецкие подводники как я уже сказал это они действительно сражались да то есть они понесли огромные потери и вот для людей этот мир открывается этой книгой причем вернер он не подводный ас он неизвестный по так по обыкновенно рядовой командир да и вот они начинают читать и видят как он переживает все это да как он там относился к нацизму да как гестапо арестовал его отца как он вообще там воевал и так далее в общем слушай ну складывается такое впечатление что немецкие подводники ветераны и такие капризные капризные ребята все не так все не так но прямо вот как в книге как ситуация которая сложилась вокруг книги лодка но дело в том что когда бухаем писал этот роман на он сделал очень хитрый ход дело в том что ну как военные специалисты историки которые изучали изучают историю битвы за атлантику да они признают да и сами бывшие противники немцев англичане американцы даже вплоть до самых высоких да то есть людей постов они признавали насколько подводники были опасным противником да то есть перелом в битве за атлантик уничтожение волчьих ста это был одним из приоритетов союзников потому что пока в атлантике были подводные лодки они могли атаковать топить суда да то есть то есть судоходство снабжение нормально не могло осуществляться а атлантика это было огромным такой питательной нитью до который связывал в принципе британию и советский союз том числе потому что конвой тоже все равно приходили через мурман как раз вот все грузы из америки поступали вот через нее естественно когда подводники пытались установить подводную блокаду да то есть уничтожая все суда чтобы англию заставить сдаться они им приходилось конечно максимально использовать любые возможности да и карл денис конечно как флотоводец он был достаточно талантлив и он использовал любую возможность для того чтобы нанести потери своим противникам это были очень опасные то есть враги и естественно им хотелось признание за то что они как бы совершили хотя они воевали на стороне зла то есть они все равно как бы хотели этого признания да и когда вот первая волна происходила да то есть когда пошла героизация немцев от немецких подводников естественно они как-то воспринимали это более-менее так на благородно то есть но мы воевали ну это осталось там все это практически там по моему порядка там ну 10 5000 человек на остальные все там на дне морском дело в том что когда бухаем издавал тот роман подводники раскололись на два лагеря то есть первые оказались совершенно недовольны тем что он написал то есть роман был антивоенный соответственно бухаем там действительно искажал определенную истину то есть на 40 на в 341 году как у нас уже там временные рамки да как бы берет практически реальный такого надлома еще не было то есть немцы еще верили в свою победу до в атлантике то есть да там уже действительно погиб прин погиб шепкик попал в плен кречмер но они еще были готовы сражаться и сорок второй год стал годом их максимальных побед на самом деле да то есть сорок втором году как бы союзники понесли огромнейшие потери в судоходстве от действия немецких подводных лодок и естественно они смотрели на вот это все на бухаем он как бы пытался в своей книге показать общую кому войны то есть он показал командующего денется как человека достаточно безжалостного который кидает в бой своих подчиненных лишь бы у него была возможность докладывать наверх там до гитлеру и гиббелесу о своих успехов как говорится чтобы был материал для победных сводок да и одновременно как бы те кто прошел горнила горнила подводной войны они понимали что действительно в конце войны так и было то есть если лодки кидали на убой то есть они выходили и воскать не возвращались на то есть огромное количество было потерь там приблизительно по моему только в море от боевых причин было потеряно порядка 600 подводных кораблей но это очень много то есть действительно там масштаб битвы за атлантику это огромное огромное количество задействовано людей кораблей самолетов да вот и далеко не все были довольны денется денется до сорок третьего года они любили потому что он для них был так скажем отцом командиром он делал для них все что можно вот а после он как-то устранился и стал больше заниматься политикой там и соответственно приблизить начал приближаться как бы отделов отдел флота он потихонечку немножко отдалялся да еще в сторону как бы политики то есть как там пословица у побед много родителей поражение всегда сирота да да то есть но оставались определенная когорта прослойка среди выживших подводников которые денется продолжали боготворить и воспринимать его как вот до сорок третьего года в основном это были подводные асы так называемая его когорта его гвардии да то есть это люди которые носили рыцарские кресты во время войны были награждены которые чем-то выделялись особым выдающимся и именно они вступили в конфликт с бухаемом бухаем им ответил он открыл полемику в прессе он давал интервью он печатал статьи где высмеивал вот эту такую радикальную часть настроенных подводников да то есть без ними началось началась открытая война противостояния дело дошло до того что подводный ас забыл фамилии в общем два командира подводных лодок один из них подводный ас то есть кавалер отцов креста они выпустили книгу в котором критиковали бухаема эта книга называлась нет мы подводники говорим что это было не так но большинстве своем эта книга она больше затрагивал такой аспект что мол вот она была такая составлена из придирок на самом деле больше мне кажется совершенно странно ведь все-таки бухаемом по-честному признался что эта книга его книга к реальным событиям не имеет какого отношения не о чем претензий нет вот тут как раз вот важный момент дело в том что на самом деле все кто читал книгу или смотрел кино да они знают то что бухаем под главным героем лейтенантом вернером корреспондентом которые приходят на эту лодку она в книге названа у а это его прототип то есть фактически он писал свой роман по дневникам и по этим фотографиям которые он делал да то есть он описывал свои события но он их излишне приукрашивал на самом деле и он включал в роман события которых он сам лично не видел то есть его герои вот это экипаж подводной лодки они оказывались в ситуации в которых они в реальности были но бухаема там не было то есть например если говорить о гибралтаре как это описано да в книге или показано фильме то есть там подводная лодка атакуется самолетом о чем мы говорили после чего она там погружается и падает там на 280 метров до и подводники пытаются всплыть они откачивают воду то есть там протечка в корме да они заделывают все 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 течи после чего ведрами начинают вычерпывать из кормы воду в центральный отсек то есть там помпой чтобы выкачать до чтобы лодку осушить и после этого как бы попробовать продуться и всплыть дело в том что вот этого в реальности не было то есть вот такого эпизода с ю 96 в седьмом походе не происходило но это с ней происходило в пятом походе когда действительно во время атаки одного из конвоев лодка начала течь то есть набралось в корме вода она потеряла дифферент то есть не был дифферентом 30 градусов и вот там получилась такая достаточно казусная ситуация когда после атаки успешный лимон веленброк маневрирует пытается увернуться от глубинных бомб лодка у него там 30 градусов кормой вниз и в этот момент подводники выстрелили живую цепочку и передают ведрами воду чтобы откачать это дело при этом еще ругаются на тему англичан что мол вот они тут кидают бомбы не попадают а мы здесь работаем но бухаема в пятом походе не было значит соответственно ему кто-то рассказал может быть после войны он консультировался с кем-то может быть ему рассказали об этом во время когда он реально присутствовал на борту ю 96 души и к этому придирались не только к этому на самом деле на самом деле обе стороны оба лагеря подводников которые были за бухаема которые действительно были да так было так было и те которые против так не было они сходились в одну том что бухаем он себе позволил лишнее в описании быта подводников то есть они не были такими пьяницами вот это вот то что он написано вернее описано в книге но это что на экране петерсон режиссер еще сделал еще хуже на самом деле выставил их вообще какими-то свиньями на они как так не было то есть дамы книги те которые говорили да книга похоже да то есть как бы это но мы не были такими пьяницами то есть мы не были такими вот распущенными вот извиняюсь там маркерами уродами нас показывает описывает то есть вот здесь у два лагеря сходились на самом деле бухаем так как тюнец стал краеугольным камнем этой проблемы конфликта между ветеранами подводниками и автором романа да он пытался даже включить в эту дискуссию дениса денис уже к этому моменту отсидел свой срок до положенные по трибуналу нюрнбергскому и вышел на свободу бухаем по моему звонил ему раза три до пытаясь как-то его вовлечь но денис как-то отмалчивался он занял такую позицию что мол я не буду вмешиваться ваш конфликт то есть я не хочу с вами разговаривать вообще да вот вы написали значит вы ответственности несите и эта война продолжалась вплоть до того момента как вышел вышел произошла экранизация романа ну во первых стоит сказать о самом романе то есть роман был настолько популярным что его по моему он издал он был бестселлером в 14 странах то есть только в одной по моему германию по мы сдали тиражом 2 миллиона то есть популярность была огромная естественно люди которые ничего не знали о подводников или наоборот хотели они что-то узнать они открывали эту прекрасную художественную книгу давить бухаем действительно писал как бы хронологии он сохранил он сохранил все основные события похода в котором он сам участвовал то есть лейтенант вернер действительно атакует конвой он находится под глубинными бомбами он действительно приходит по моему в кадис и вот испанский порт где заправляется его действительно там как известно хотят высадить для того чтобы он как бы выжил то что гибралтар это фактически смерть и он одновременно попадает гибрал то есть бухаем вот пошел на риск с одной стороны он практически описал весь поход до 7 поход лемона виленброка но он как бы сделал все это дело даже для как это сказать там но окружил каким-то вымыслом да поэтому вот получалось вот вот команда ю 96 которая в этот момент там она была же многие были живы да то есть прототипы этого но их точка зрения особо сильно конечно неизвестно потому что известно что генрих лемон виленброк после войны дружил с бухаем он же стал капитаном торгового флота подводника тогда и он там командовал по моим первым атомным судном немецким то есть и они встречались с бухаемом то есть они даже были настолько дружны что бухаем притащила в качестве консультанта на достаточно интересный ход поэтому он как-то не участвовала и вот когда я исследовал этот вопрос войны между подводниками и бухаемом да не там устроили такой скандал в прессе на самом деле по моему прекратил его никто иной как упоминаемый кречмер от кречмер который мы лучше не лучше немецкий подводник да он все-таки встал на сторону бухаема сказал что потому что ведь это была наверное одна из первых книг художественных именно художественных до которой вот так вот описывала бы подводников чем взяла эта книга подводников которым она понравилась они понимали что денис там хороший плохой это даже может быть делать 10 они понимали что там ну да показал у нас три пьяницами бабниками распущенными какими-то да да но они когда так было вот тоже вот эта вот рутина похода да ведь очень хорошо описано как они вот неделями болтаются в море ты изматывающие изнывающие давящий на нервную систему да вот это вот обстановка этот ужас а не быть ну в принципе так и был то есть действительно мы можем как бы там чем-то быть недовольны но в общем то так то в деталях то он прав да то есть там детали плохие а вот общая канва хорошая в этом плане и парадоксально то есть когда а книгу выпустил карл мертен подводный ас и произошел такой вот я так понимаю сложный разговор между кречмерами мина мертеном после чего мертен как-то так немножечко сник так сбавил свой натиск на бухаем и плюс выступили другие подводные ас и авторитетные подводники в защиту бухаем а то есть например адальберт шней тоже подводная с кавалерийского креста сказал что мы в общем то не так уж все и плохо да эрих топ тоже подводник номер три германии во время второй мировой войны то есть третье место по результатам да то есть он тоже как бы так высказался в отношении бухаем и более положительно но это не значит что все остальные его полюбить все равно осталась радикальная часть которой бухаем терпеть не могла и неважно было ли у них во время военный рыцарский крест на шее командовали они субмаринов или они были самыми простыми матросами вот эта часть она была исключительно радикально настроена и так идет война между бухаемом и подводниками и вот происходит интересное событие так как бухаем становится мгновенно знаменитым писателем он ездит по всему миру он дает интервью он пишет статьи то есть он ездит по всему миру и так или иначе возникает мысль о том чтобы экранизировать его роман до что вполне нормально первым на первого конечно зашевелился голливуд то есть предложение ему было сделано насколько я знаю вообще в как бы бухаем от у голливуда даже сейчас вы даже сейчас в этих фильмах о немцах до прослеживается определенное клиширование что американцы любят показать там немцев прожженными нацистами до поголовно то есть какими-то такими вот и хорошими абсолютно людьми то есть не разделяет то есть элемент пропаганды присутствует то же самое мы видели вот в недавно вышедшем фильме по книге с тома 100 с томом хэнксом то есть вот то есть вот эти вот огромные греха греха он до греха он вот эти огромные свастики да то есть на рубках и прочее то есть вот это вот дьявольский голос там в микрофоне когда он разговаривать немец да с этим точно показывает таких демонов нацистов и бухаем это понимал плюс он ему предложили сценарий в котором насколько вот я знаю главную роль командира подводной лодки старика на деральте как она в романе должен был сыграть роберт редфорд и американцы туда включают насколько я знаю маленький эпизод когда немцы должны были расстреливать из пулеметов и автоматов моряков в шлюпках с потопленных судов ну бухаем сразу не согласился почему а потому что он не хотел таких такого вмешательства в сюжет потому что его герои не были вот такими вот зверьми он считал что они были обыкновенными немцами которые оказались вот до в условиях войны и вот им нужно было как-то выживать то есть он не видел в них преступников хоть роман был антивоенный да но он не хотел чтобы вот и был и кроме того он как корреспондент прекрасно понимал что предложенная сцена она была бы неправдой дело в том что пропаганда еще со времен войны до отчаянно твердила что немецкие подводники расстреливают до людей в воде или в шлюпках но тем не менее официально доказанным фактом единственным это оказалось случае в сорок четвертом году когда командир подводной лодки действительно допустил подобную вещь вот за что его после войны судили и казнили англичане на других случаев зафиксировано фактически не было при том числе и на советском театре действий советский театр военных действий это очень сложная тема во-первых он как ни странно совершенно не изучен у нас практически нет книг до исторических работ о северном театре то есть необходимо здесь сравнивать советские документы немецкие документы да потому что если мы откроем книгу времен советского союза дату и мы везде увидим что там немцы только и занимаются тем что расстреливают до моряков с этих судов то есть у пикуля это вообще в принципе да то есть проходила как бы красной нитью во всех его произведениях но по факту на самом деле немцы здесь ничем не выделялись то есть скажем так англичане это стали делать гораздо раньше даже советские подводники оказались замешаны в этом как ни странно во время советско-финской войны то есть один из командиров подводных лодок еще 323 ванцов когда остановил нейтральное по моему латвийское судно если не ошибаюсь вот экипаж и покинул он приказал стрелять по шлюпке из пулемета в результате ранил одного из членов экипажа после этого был огромный скандал на и как адмиралов алафузов назвал его действия дикими и зверскими но его тем не менее наградили орденом красного красной звезды после этого вот то есть вот эта тема зверства на море на самом деле она исключительно не изучены то есть она настолько клишированная да в этом плане что вот пропаганда живет там до сих пор а как получилось что вместо роберта редфорда на роль старика взяли юргена прохнул так все очень просто потому что бухаем просто отказался работать с голливудом ему сделала предложение киностудия бавария то есть бухаем решил возглавить процесс я даже не представляю как вот но это час бы играл бы роберт редфорд ну играют же американцы каким-то образом это к тому что прохнул все-таки круче он немец он немец и там есть еще масса определенных нюансов то есть когда немец играет немца да это как-то более и менталитет и языка и в общем-то происходящее да то есть в как-то осознается гораздо лучше более естественные получается дело в том что бавария решила экранизировать бухаем согласился но как бы решил вытопить сало из комаров он решил стать сценаристом этого фильма и он написал огромный сценарий на 6 часов баварии посмотрели сказали это год замечательный сценарий но он не для фильма то есть как говорится это какая-то там будет описано всякая рутина прочее а нам нужно нам нужно еще как бы деньги да то есть заработать на этой фильме поэтому мы сделаем из этого боевик точно это известно и тем еще ни один писатель не смог дать сценарий абсолютно абсолютно верно мы сделаем из этого боевик то есть вот режиссером вольган петерсон он был вообще влюблен поклонникам бухаем этого романа то есть они решили снимать его то есть сократить то есть естественно до трех часов да то есть первая версия как говорится самая прокатная версия напомним и они рассчитывали заинтересовать аудиторию от 17 30 мужской мужского населения да то есть зрителя вот они снимают фильм выходит вот эти вот до первая прокатная версия встречается исключительно положительно в различных странах то есть как таймс писала что в великобритании премьера фильма вообще зрители англичане они аплодировали до после того как лодка заканчивалась ли титра не вставали аплодировали то есть кино действительно был очень интересный как боевик как прочее но здесь произошел казус фильм посмотрел бухаем фильм посмотрели подводники и оказались в одной лодке потому что и там и там они с обоих сторон оказались недовольны то что сделал петерсон панипаж понеслась лавина критики бухаем критиковал фильм и соответственно подводники критиков а подводники вообще они фильм не любят на самом не любили вернее больше чем книгу потому что петерсон там начал как бы добавлять свои режиссерские штучки да и в результате то что они мне нравилось в романе он усилил несколько раз вот уже визуально получается кроме того бухаем пытался как-то повлиять он все-таки выступал как консультант естественно петерсон использовал его фотографии там огромное количество фотографий было который сделал бухаем то есть для воссоздания эскиза всего остального на бухаем привел в качестве консультанты еще и лемон виленброка как я уже говорил да они вдвоем как-то пытались повлиять на петерсона ну чтобы вот он сдержать творческий порыв режиссера чтобы он не сильно как бы там это да то есть фантазировал на самом деле то есть вот шла такая борьба давайте покажем как было и давайте покажем как интересно зрителю да ну естественно победил петерсон прокатную версию с восторгом встречают во всем мире да то есть блокбастер то есть боевик фильм действительно интересный плюс музыка плюс хорошая игра актеров плюс очень интересные ходы петерсона который как известно да создал этот макет подводной лодки и фактически там чуть ли не заставлял актеров там жить в результате чего у них там отросли бороды до появилась неестественная бледность какая свойственна была подводникам которые не видели солнце долгое время как оценивают знатоки но во всем случае я когда читал мнение подводников до которые это фильм оценивали не только с точки зрения критики они говорили так что ну 40 процентов 40 процентов до в лодке в даст бот правда 60 полное вранье вранье почему относится каким художественному вымыслу к тем вещам которые должны были показать зрителю до которые должны были заинтересовать вот например чем был недоволен бухает например первым на перво например во время скажем так когда лодка погружается данной глубину в ней у нее и как бы из корпуса начинает вылетать болты до экипаж это воспринимает как-то абсолютно спокойно хотя в принципе в реальности это первый показатель того что давление начинает сминать прочный корпус лодка сейчас погибнет а во время атаки глубинными бомбами до экипаж там паникует там кричит падает еще что-то да хотя на самом деле в реальности этого не был даже фотографии бухаема есть где вот как раз в вилемброк сидит под глубинными бомбами он утром он снимал он снимал этот момент до этом видят его абсолютно спокойно и улыбающееся лицо то есть командир обязан сохранять до во время даже опасной ситуации как бы уверенный веселый вид для того чтобы подчиненные не теряли присутствие духа вот естественно подводники этого не понимали бухаем тоже кроме того бухаем считал что переигрывают актеры все-таки исключительно переигрывают и например вот этот вот элемент который придумал петерсон когда лейтенант вернер только приходит на лодку и ботсман им уходит по отсекам и и показывает да со всеми знакомит рассказывает обо всех скажем так устройствах или механизмах в торпедном отсеке кто-то швыряет вернеру в лицо на тряпку промасленную и вернера с грязным лицом как бы вот обижается и убегает но естественно что бухаем что подводники а не кайну как такое может быть чтобы кто-то кинул офицеру в лицо тем более гостю на лодке но это трибунал как минимум или какое-то ужасное наказание стороны командира да это вообще как бы неправильно и негостеприимно что же мы какие свиньи которые вот так поступают но режиссер решил что этот ребут такая вот яркая изюминка фильма да и она действительно осталось в зрителях то есть а зритель когда видит вот такое зрелищное кино которым он верит на самом деле который хорошо снят и он начинает воспринимать это как реальность естественно бухаем и подводники они говорили нет это ерунда и так не было на борту подводной лодки кино лодки был нарисован была нарисована рыба меч а у реально подводной лодки было что нарисовано да тоже была рыба меч тоже это официальная эмблема да ну где дело в том что в фильме она черная в реальности она черной не было она была разных цветов но если говорить о ю 96 она была зеленая на самом деле но это ты ты еще один кстати из определенных отсылок до реальности фильма то есть берется реальная эмблема но видимо может быть петерсон почему не стал делать ее зеленый или синий какой она встречалась в реальности на он сделаю черный для того чтобы ну нельзя было придраться что это точное совпадение с конкретной подводной лодкой да вот эмблема рисунок похож на цвет другой возможно это тоже какой-то определенный уход от реальности и и возвращаясь обратно к этой вот странной ситуации после выхода фильма между бухаемом петерсоном и подводниками мир наступил только в 1985 году фильм вышел в 1981 до прокатная версия потом а петерсон выпускает так называемую режиссерскую версию где включает определенные эпизоды которые не вошли на то есть в кинотеатре это видео версия а потом он уже я так понимаю используя сценарий бухайма снимает телефильм по моему состоял из 6 серий и его общее время включая титры 6 часов а именно игровое 5 то есть телефильм в этом телефильме включается много эпизодов которые не было вот в прокатной версии где вот это был бы и то есть 6 часовая лодка это уже больше похожая на реальность то что происходило в ней откровенно показана вся эта рутина до у режиссера была возможность сделать как бы все удовлетворять уже действительно потребности своего сценариста вот и он снимает эту шестичасовую лодку и она воспринимается уже благожелательно бухаемым потому что он понимает что это да почти то что я хотел и она одновременно воспринимается благожелательно уже большей частью подводников потому что автор такие авторитеты среди них как петер кремер или командир забыл фамилию командир ю юнтер ланге да то есть это подводная нас и которые говорят да вот это уже больше похоже да там не так весело и интересно как в трехчасовой но здесь мы видим это действительно реально мы действительно вот неделями в этой скучали умирали там от скуки вот в этой вот ванищи вот это вот изматывающая качка да вот ожидание напряжения это бесконечная история без грая история между историками которые видят картину вот как-то особенно тем более участниками событий которые видят картину вот по-своему да со своей точки зрения и режиссер я добавлю все таки очень важный момент почему бухаем не был доволен фильмом я сказал что он создавал свое произведение как антивоенный роман а петерсон в своем изначальном фильме все-таки пошел по пути героизации немцев то есть в его фильме мы все-таки видим не каких-то там как вот измученных подводников как это было в романе они все-таки хотят воевать они совершают определенные героические действия да и бухаем это вот пытался отрицать но режиссер считал что это лучше так будет лучше да и вот это наверное было еще главным зерном конфликта то есть не потому что там были какие-то нелепости и мелочи в виде тряпки в лицо офицеру да а именно то что менялась канва романа вообще фильме но так или иначе сейчас наступил мир да то сейчас уже нет бухаем а он скончался нету практически уже не осталось никого из ветеранов подводников которые принимали участие в этой критике или еще как-то да то есть там были с этим связаны то сейчас перед нами осталось только книга фильм несколько версий да ну и соответственно документы то есть вот я сейчас я работаю пишу статьи по истории реально ю 96 да то есть постепенно перерабатывать к пытаюсь подойти как раз к этому знаменитому походу да и мы можем только получается наслаждаться книжным произведением действительно книга на бухаем а это шедевр но вот у меня есть конечно есть небольшая претензия к русскому периоду этой книги и нужно все-таки переводить лучше потому что так как она переведена сейчас вот лично мне не нравится я считаю что это может быть лучше но это мое мнение фильм фильм действительно признан официально одним из лучших военных военных фильм фильмов о войне это действительно так он зрелищный он интересный он видно что люди которые вы снимали актер режиссер команда оператор да они применяют там нестандартные ходы видит видно что они хотели создать вот этот шедевр они его создали действительно кино очень интересно так как про подводников сняты вообще очень немного да действительно в нашей стране например подводник великой отечественной войны первый раз по моему фильм вот полный вышел это был командир счастливые щуки до бориса волчика в 73 году он вышел а вот а до этого у нас практически ничего не было наш кинематограф толком ничего не снял вот именно великой отечественной войне да и здесь вот кстати можно сделать небольшую отсылочку дело в том что волчек по моему опередил петерсона да когда он снимал фильм о советских подводников героев да он также использовал этот макет подводной лодки который был создан на студии я точно не помню мост фильм по моему да то есть был такой жестовый макет подводной лодки то есть наши как говорится подошли первыми к этому вопросу вот в отличие от петерсона то есть у петерсона уже был как бы определенный сюжет я не знаю смотрел ли он командир счастливые щуки но тем не менее как бы у него уже был на что опираться мы этого точно не знаем но во всяком случае американский или зарубежный режиссер они очень внимательно относились к тому что уходит на советские экраны и смотрели многие работы это однозначно но это справедливо и самое интересное что фильм до лодка он стал каким-то определенным мерилом да то есть теперь даже люди которые мало что знают о подводной войне но они смотрели лодку они хотя бы как-то себе что-то начинают представлять они берут выходящий фильм да они усравнивают а как это сдаст бот на тебя когда ты посмотрел фильм впервые что больше всего произвело впечатление но вообще если можно я расскажу это очень такую забавную историю давай которая была связана как первый раз я смотрел фильм это был 20 лет назад и я смотрел не один я смотрел своим коллегой друга сергеем маховым ну это фамилия этого исследователя наверное известно людям которые интересуются военно-морской истории да вот и мы сергеем смотрели этот фильм и вот наступает момент когда по сюжету наступает гибралтар лодка падает на дно в ней начинает течь такая соответствующий звук струи воды под напором вырывающий врывающийся в эту подводную лодку в отсек да и вдруг мы слышим что такой же звук только в реальности мы не поверили я побежал на этот звук открыл в туалете обловилась труба и подводники борются на экране с течью сергей пытаемся перекрыть воду в туалете то есть наверное это впечатление было просто неизгладимы то есть до сих пор хорошие корреку за такой замечать но на самом деле я считаю что наверно самая лучшая сцена конечно это гибралтар вот именно начало с атакой самолета да там очень интересный переход когда подводная лодка очень тихо да так пытается подойти к проливу для того чтобы начать погружение и проделка бы пройти да то есть противолодочный барьер английский в этот момент вдруг резко меняется на экране все летит самолет стрельба взрыв начинается это активная музыка до начинается вот это вот как сейчас любят говорят движуха да на экране все бегают кричат там командир спускает раненого штурмана там все пытаются понять что делать да то есть и вот этот вот момент вот этот вот пятиминутный момент наверное да он оставляет очень яркое впечатление вообще нужно отметить что музыка в фильме музыкальная тема она конечно разрисая потрясающее да и стоит еще вспомнить то что когда мы были молодыми 92 93 год на дискотеках была очень популярная группа и 96 которая в стиле техно обыграла саундтрек фильма лодка то есть один то есть мы уже тогда готовились к восприятию этого фильма таким образом возвращаясь опять же к бухаем нужно сказать что немножко на его личности да то есть у нас бухаем воспринимается обычно вот как просто автора этого романа да но на самом деле это не так бухаем в истории послевоенной германии западной германии занимает особое место как человек который очень много сделал для развития культуры бухаем это не только писатель бухаем это фотограф художник этнограф это человек создавший собственный музей который после его смерти насколько я знаю сохранен и его приходит посетители для того чтобы ознакомиться с его коллекциями да и с его работами кроме того бухаем написал не только один роман да то есть у него есть целое продолжение то есть помню трех книжек кроме того он еще писал что-то тоже связанное о войне и у него получается что вся его литературная деятельность она была активно связана именно с подводниками то есть это такой певец получается немецкого подводного флота но с определенной спецификой потому что он это все воспринимал исключительно с точки зрения отрицания войны отрицание того ужаса отрица отрицания как человек с тонкой художественной натурой до который не мог воспринять это разрушение да он не мог принимать это как благо то есть бухаем осуждает нацизм бухаем осуждает войну да и бухаем сочувствует своим сообществе с отечественникам которые будут попали вот в это да то есть в эти события то есть он пытается может быть таким образом каким-то создать какой-то вот такой образ немцев да то есть не нацистов а еще обыкновенных немцев которые оказались вот втянуты в эту войну да он пытается показать читателю что там они были разные да не все они там были преступники как их там принято воспринимать особенно во время войны там до пропагандистская точка зрения что да были плохие да но вот были вот такие люди которые оказались заложниками ситуации и в принципе ему вот благодаря лодке наверное вот этому известному роману ему наверное это удается потому что человек который прочитает да ну что такое вообще на самом деле лодка вот есть очень известный роман крейсер его величества уиллис а это скажем так написал маклин бывший военно-морской офицер да тоже еще один билетрист английский то есть этот роман считается классикой да то есть английской литературы связаны с второй мировой войной да и с тем что призывали британские моряки во времени и да то есть очень тяжелый роман то есть и очень хорошо написано бухаем создает то же самое он создает определенная мерила которая по которому буду судить да то есть но он как сам бывший пропагандист и бывший военный корреспондент кстати подводники которые с ним воевали в печати они ему делали упреки на на тему того что как же ты человек который там пел славу да вот этого третьему рейху как бы в своих статьях во время войны вдруг ты как бы решил изменить а переобулся до переобулся то есть там вот война между ними газетные шла очень серьезно и бухаем он отходит от этого образа он вот хочет создать это мерило которые вот по которому бы судили его соотечественников то есть он пытается таким образом видимо как-то абстрагироваться ему стыдно наверное за то что немцы делали во время второй мировой войны да то что они как бы ее спровоцировали что они были агрессорами и они также творили военные преступления да то есть он хочет показать еще других он хочет показать этих солдат на этих мальчишек которые вот они там воевали до молодых подводников потому что как вот фильме есть я не помню просто если этот эпизод книги но по моему наверное есть тоже когда фильме лейтенант вернер делает снимки экипажа в начале похода кому командир старик запрещает ему делать будет не снимать он будет почему потому что надо дождаться когда у них отрастут бороды до чтобы англичане не видели с какими юнцами они воюют на самом деле но так или иначе так или иначе бухаем действительно очень талантлив он действительно написал хорошие интересные произведения которые будут останется в истории мировой литературы и экранизации этого фильма то есть вольган петерсоном несмотря на все вот это вот чехарду которая происходила между ними ветеранами автором романа режиссером да то есть фильм действительно получился интересный то есть очень интересно снят и он будет вызывать дальше интерес к битве за атлантику будет вызывать интерес к немецким подводным лодкам единственный минус вот этого таланта да вот этих произведений тем что действительно они являются подтверждением того вот о чем я вначале говорил что немцы выиграли у будущих поколений до взгляд на вот эту битву за атлантику то есть фактически и лодка даже та же самая при всей своей прелести она фактически будет затмевать другую обратную сторону ведь дело в том что люди которые боролись с немецкими подводными лодками да это английские противолодочники моряки противолодочных кораблей и самолетов канадские американские да они ведь находятся фактически в тени то есть да есть интересные книги которые еще выходили сразу после войны вот например николас монсерад жестокое море он кстати тоже был экранизирован это про службу на корветах на английских противолодочных кораблях которые в принципе до по моему появление вот эскортных миноносцев авианосцев до ударных групп по подводным лодкам противолодочных они в принципе несли на себе всю тяжесть сопровождение конвоев в атлантике а суда были крайне небольшие для плавания очень неудобные да но вот они были рабочими лошадками и монсерад он под написал эту книгу показал как жили английские моряки как они воевали экранизация этого фильма одновременно почему жестокое море ставит на время верным на одну полку вместе с даст бот да то есть вот если на кадр на весах они будут находиться в противовесе друг друга и видимо никто из них не перевесит потому что жестокое море тоже действительно очень хорошо снят и что немаловажно там фильм снимали на реальной технике времен войны то есть там реальные корветы используются то есть субмарины то есть и все то что действительно воевала когда-то то есть корабли ветераны в роли на тот момент сохранился да ну и сама естественно игра сама интереса сам сюжет да то есть книга очень интересная то есть действительно она принципе такая же наверное антивоенная в какой-то степени потому что и и там и там то есть как бы показан вот это не человеческое напряжение да то есть этих моряков которые в принципе должны как бы выполнять свою задачу эти приказы да и через что им при приходится пройти в этот момент но не хватает все равно популярность не хватает популярности у бывших союзников чтобы показать вот своих тех же самых даже подводников да то есть противолодочников то есть пилотов противолодочной авиации там действительно была масса интересных случаев то есть я как историк этим занимаюсь я пишу об этом расследую но это все воспринимать восприниматься именно сначала то есть немецкие подводники сначала лодка до сначала бухаем сначала петерсон сначала стальные гробы и только потом уже да вот вот они вот такой парадокс на самом деле получается ну что ж будем ждать пока в мировой прокат выйдет какой-нибудь фильм очередного петерсона который по своей зрелищности и смысловому наполнению переплюнет таки даст болт случится ли это неизвестно но я я сомневаюсь в этом на самом деле хотя на 30 никогда не говори никогда давай спасибо тебе огромное шикарный рассказ интересный фильм потрясающе гениальный фильм потрясающая книга кстати о книгах как продажи идут но сейчас в этом вернее в этом году вышла еще одна книга мы с александром дашьяном выпустили справочник всех подводных лодок второй мировой войны правда не очень большим тиражом но всем кто интересуется пожалуйста покупайте эта книга достаточно уникально ссылочки на книги будут внизу в описании пока все да спасибо спасибо друзья за ваше внимание подписывайтесь наш канал и всего хорошего пока до свидания друзья